Здравствуйте! С вами Елена Бодолян и это «Спорт в посаде». Комплекс ЦСКА стал площадкой для проведения открытого первенства округа по киокушинка и карате, организованного местной спортивной федерацией. Традиционно на такие соревнования приезжают и гости из других городов, так что здоровая конкуренция участникам обеспечена. Подробнее о том, как прошел турнир – в нашем сюжете. ОС – это не только приветствие, но и часть философии киокушинкай – знак глубокого уважения к сопернику. Именно взаимное уважение, упорство и железная дисциплина помогают этому стилю карате оставаться таким зрелищным и популярным в нашем округе. Минувшие выходные сергиево-посадские каратисты вышли на татами спорткомплекса ЦСКА, чтобы сразиться за победу в открытом первенстве с гостями из Московской, Тверской, Ярославской и Новгородской областей. Организатор соревнований – федерация киокушинка сергиево-посадского округа. Наша федерация тренирует где-то 8 спортзалов у нас. У нас поселок Лоза, школа номер 25, школа номер 16 на Скобянке, поселке Ферма тренируется, в Васильевском тренируется поселок Новый, в ГАЭСе тренируется, в Краснозаводске и в Риммаше. Спарринги проводились среди детей 10-17 лет. Помимо кубков и медалей, спортсмены старше 10 лет могли претендовать на получение спортивного разряда. Помимо основной программы, состоялись и тренировочные состязания между спортсменами 5-9 лет. В киокушинкай приходят и совсем малыши, и взрослые спортсмены. У каждого есть шанс добиться серьезных результатов. В Московской области много таких примеров. На первенстве России команда Московской области заняла первое место командной. Чтобы достичь такого результата, очень много надо работать. В целом, тренеры по Московской области очень неплохо работают, уделяют много времени своим спортсменам. Поэтому спортсмены показывают хороший результат. Родные стены всегда поддерживают спортсменов. А потому на первенстве округа наши каратисты показали отличный результат. 9 золотых медалей, 14 серебряных и 13 бронзовых. Так держать. Метеор Пересвет – чемпион Сергиево-Пасадского городского округа по мини-футболу сезона 2023-2024 среди команд высшей лиги. В финальном матче Метеор одержал победу над лидером турнирной таблицы команды «Техно» со счетом 7-2. Целых 4 гола в воротах противника забил Юрий Дуганов, а еще 3 на счету Антона Попова, Алексея Попова и Алексея Рымара. Таким образом, футболисты из Пересвета стали чемпионами округа впервые с сезона 2018-2019. Итоговое положение команд в турнирной таблице высшей лиги выглядит следующим образом. Первое место у Метеора, второе и третье взяли команды клуба «Техно». Буквально на одно очко от тройки лидеров отстал ФК Ходькова. Поздравляем спортсменов, тренеров и болельщиков с завершением сезона. Еще один успех. Сергиево-Пасадские баскетболисты – чемпионы высшей лиги Московской области. Команда «Салют» стала обладателем Кубка региона. В финальном матче наши спортсмены вырвали победу у соперников из Павловского-Пасада. Финальная часть турнира проходила на территории оппонента. «Салют» обыграл хозяев площадки со счетом 68-63. По итогам финальной встречи были отмечены сразу три баскетболиста «Салюта». Лучшим атакующим защитником стал Сергей Захаров, лучшим центровым Юрий Пятницкий, MVP, самым ценным игроком стал Кирилл Рябышев. Кроме того, сергиево-Пасадская команда «Луч» поборолась за третье место с соперниками из Фрязина, но уступила со счетом 73-78. Таким образом, ребята заняли четвертую строчку турнирной таблицы, остановившись в шаге от призеров. Наши слаломистки открыли новый спортивный сезон. В столице состоялось первенство Москвы по грибному слалому до 19 лет. По трассе реки Сходня сплавлялись спортсмены из Москвы, Санкт-Петербурга, Московска, Рязанска и Ярославской областей, а также гости из Республики Казахстан. Среди них спортсменки, которые тренируются в поселке Богородское, Сергиево-Пасадского округа. Анна Толстухина заняла первое место в командных гонках, а также второе в индивидуальных среде юниоров. Еще одна наша слаломистка Вера Балаева стала второй в командных гонках. Поздравляем девушек и желаем успехов в сезоне 2024. 26 апреля состоится масштабный фестиваль Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне». Принять в нем участие приглашает спортивный комплекс «Олимп», на территории которого и пройдет праздник приверженцев здорового образа жизни. Регистрация участников начнется в 9 утра, в 10 состоится торжественное открытие. К соревнованиям фестиваля будут допущены участники в возрасте от 6 лет и старше, зарегистрированные на сайте gto.ru и получившие медицинский допуск у врача. Зарегистрироваться можно будет и в день соревнований в спорткомплексе, но только при наличии медицинской страхи. Присоединяйтесь! На сегодня это все спортивные новости. С вами была Елена Бодолян, ведущая специального проекта «Спорт» в посаде на ТВР24. Скоро увидимся! Субтитры подогнал «Симон»!